530 дней до нового аэровокзала. Старт строительства пассажирского терминала в Курумыче дали министр транспорта Максим Соколов и губернатор Николай Меркушкин. Проект амбициозный. Он сможет пропускать более 3,5 миллионов пассажиров в год. Это втрое больше, чем сейчас. Объем инвестиций свыше 12 миллиардов рублей. За ходом строительства можно будет следить онлайн. На площадке установят веб-камеры. Продолжит Алена Алешина. Еще месяц назад здесь было чистое поле. Сейчас кипит работа. Новый терминал возведут в рекордно короткие сроки. 530 дней. Отсчет дан сегодня. Первая скважина, в которую забьют сваи для нового аэровокзального комплекса. Снаружи он будет напоминать нечто космическое. Много стекла, телескопические трапы для выхода пассажиров на посадку. По последнему слову техники оборудуют зоны досмотра и сортировки багажа. В часы пик терминал сможет принять несколько тысяч человек. Сейчас пропускная способность не более 700. Уже в этом году Самара перешагнет двухмиллионный рубеж. И как раз к 2015 году динамика с учетом 15% роста авиаперевозок в стране будет такая, что в пору будет задумываться и организовывать подобные мероприятия сразу после строительства первого этапа. Для Самарской области будет исключительно важно. На самом деле это каждый день. Это и лицо Самары. Не только перед жителями нашими Самарской области, но и многих регионов Российской Федерации. И мы позволим в том числе сделать первый, наверное, очень мощный и, может быть, один из важнейших шагов в подготовке к чемпионату мира по футболу. Это событие уже назвали историческим. Новый терминал площадью 40 тысяч квадратных метров позволит втрое увеличить пассажиропоток. В год воздушные ворота будут пропускать до 3,5 миллионов человек. Первый рейс обещают отправить уже 31 декабря 2014 года. Старый терминал списывать со счетов пока не будут. Вместе с новым он примет гостей и участников Мундиале. Алена Алешина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Курумыч.